итак всем привет друзья начинается новая жизнь телеканала рэдди мы приняли с моей женой татьяны решение завязать лямку с алкоголем на 21 день то есть короче мы не будем пить алкоголь от слова совсем вот я где-то слышу слышу это я не буду делать то-то слова совсем вот короче мы не будем пить алкоголь 21 день от слова совсем считаем сегодня 3 января до 24 почему принять решение потому что написано в книжке алина кара что за 21 день вырабатывается привычка и вот мы хотим выработать привит привычку не пить не бухать и поэтому мы что делаем то что мы не будем бухать почему потому что мы заставляли теперь тебя гулять чтобы теперь-то мы начали тобой заниматься мы выдвигаемся сторону центрального парка вообще количество километраж и количество шагов я смотрю в приложении в айфоновском это вот я уже по дому прошел 300 метров 400 39 шагов но еще есть приложение кстати это степс а есть приложение страва вот мы начинаем нашу экскурсию мы с помойки но он показываем калининград а с обратной стороны как он внутри дворов выглядит этот блок вот этот показываешь трезвый чтобы они вообще знаешь думали ну все перебросил сколько тише помойку показывает а это помойка вышли из дома прошли прошли три шага они жрать зашли без сели ну гулять пошли лечу ли жрать на течу из дома вышли жрать сели проголодали только что позавтраку злой не пью а вот это печально известная улица баранова центральный рынок было в прошлом году год назад зимой здесь мужик расстрелял семью мужа женой ребенка оставил живым он оказался их коллега вот здесь он расстрелял здесь отлежали трупы посмотреть что случилось собаками приехала милиция собаками он человек лежит убитый двоих убили ты видел калаш лежал да и труп лежал обратная сторона калининграда ну и в общем это для всех было большое удивление что такое случилось калининграде в принципе такое ну там случается раз там плен на 10 лет в Калининграде все спокойно как в Багададе прием на деда мороза дед в запои что ли здрасьте с новым годом а че дед в запои не работает когда будет женщина тоже недовольна на ком заводе дед работа я тоже снимаю вас снять давайте давайте поздравьте всех россиян правда что ли ну я поздравляю во первых вас вашу семью благополучия чтобы денег было ну а как его красиво море корешно россиянам что можно сказать россиянам я могу сказать только одно новогоднее обращение на фоне храма христа спасителя господи боже мой тоже счастье как вас зовут владислав михалыч хочу чтобы у нашего любимого нашего гражданина российской федерации было все что они ну как бы и захотят или не захотят захотят и чтобы у меня жена новая была а старую куда в утиль старые у меня нет кстати да есть я дал даже если какие-то девушки у меня между там планами какие-то были которые родили от меня детей не обижайтесь ты мне девчонки я вас очень сильно а сколько вам лет альцент вас? 43 43 а пишу 45 45? 45? Владислав Михайлович опять? да девочки мои я вас люблю куда писать пишите сразу у плен все с новым годом а вот он легендарнейший стадион балтика на котором до средства новой калининград арены стадиона калининград на котором проводились чемпионат мира по футболу играл как раз в балтика команда местная футбольный клуб балтика а еще здесь сделали каток поймите на каток посмотрим вы извините у меня речь немножечко словами сами переставляю потому что в мозгах нейронные связи все там разветывались разъехались от трехлетнего запоя пытаются строить новые нейронные связи вот смотрите каток с искусственным льдом зоопарк калининграда это один из старейших зоопарков в европы раньше он был зоопарк Ленинсберга а ничего пойдем сходим 300 рублей взрослый я не люблю зоопарки почему? потому что я не хочу спонсировать тюрьму для животных оу май смотрите какой какой ностальгический плакат евро 2020 не состоялось а можно было вот автобусом плюс паромом всего лишь за 200 за 199 евро поехать на мое здание россия в попенгаген но этого ничего не произошло ну вот мы дошли городской центральный парк здесь есть памятник знаете кому ворону мюнгхаузену о видите раньше он назывался парк Луизенваль конца 18 века вот на него смотришь на этот памятник барону мюнгхаузену и сначала не понимаешь что за памятник памятник ядру что ли а это он на ядре пролетел туда стены трафарет от него остался поняли ой а это что у него осталось такое не пролетело отвалился что ли ну-ка дай-ка я залезу сейчас все упадет знаете что самое главное что на памятник даже инвентарный номер поставить вот в центральном парке тоже есть каток открытый амфитеатр и самая главная расприимечательность центрального парка это памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому я надеюсь на нем инвентарный номер не написали я до работы ребята за вас хлопотчук вот здесь прям как по Европе гуляем точно тихие такие улочки только названием выдают что это Россия улица Степана Разина а так чокань Польша Польша или ты может быть считаешь что курица не птица а Польша не заграница красота какая во когда не пьешь можно и чайку хлопнуть Таня сейчас мне сказала кое-то что повторит на камеру она говорит скажи это ты души говори мы за долгое время просто с семьей пришли в кафе и попили чай с мороженым все потому что обычно допустим было что например я чай а Витя там покрепче а тут мы все просто чай класс нравится когда родители не бухают не не бухают знаешь почему потому что когда родители бухают ребенок бесконтрольный гаджеты что хочет то делает там папа а дай мне денежку папа такой добренький конечно на сынок а сейчас папа только серьезно почему же нравится 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 мороженое купил конечно его сейчас еще и тебя будет разводить на булочке главное Таня нам сейчас с тобой не превратиться в тех людей которые бросают пить и начинают других поучать так как вы пьете вообще алкоголь это зло как будто жизнь возле одной пьянки все магазины эти открыты зазывают все в кафе сидят запретите продажу этого алкоголя будем сейчас походить ко всем на лавочку что вы сидите что вы тут пьете хватит я в инстаграме выложил сториз мне уже начали писать наконец то ну что это что-то завязал наконец то потом это купи этот абонемент фитнес наконец то вы еще ждали когда я брошу пить или что что наконец то вам вам от этого что полегчало что и пить бросил или что ну они где рады нет наконец то знаешь что вот придем как это как папка моя или мамка почему можно так наконец то ура ура трезвые влоги а вот хуй вам по две рюмки буду выпивать перед сном позаводили из Красноярска говорит слушай ты что пить бросаешь да блять что сейчас коронавирус дезинфицировать надо а ты говорит детокс хочешь заедать один день они там все коронавирус переболели ну а они там что не пили что ли переболели что-то придуло же оправдание знаю что это пьянки ну я же просто для лечения это дезинфекция у меня все бросил 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 все и не надо там втихаря я камеру установлю за тобой я что думаю ладно да говори главное обрати эту ломку сейчас все просто сейчас вечереет там в шкафчике у меня стоит бутылочка перед сном подойду к шкафчику эту рюмочку бахну ну у тебя остри у тебя вот это первая первая стадия отрицания что все вообще на 21 день вообще потом начинаются торги ну о может чуть-чуть ну ну ведь а что такого ну все так делают рюмочку под ужин ничего страшного нет медь а потом придет стадия принятия ой хорошо что я не пью да ну это не скоро митику через 21 день хорошо уговорили так а что сколько мы шагов прошли у меня 17200 тоже 13 километров 17000 шагов 13 километров мы сегодня прошли за это надо выпить нет 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 нельзя все давайте ребят не пропустите в следующем выпуске узнайте в следующем выпуске выпил я сегодня или нет и и и и